Хлопки на Курском аэродроме. Все на связи находимся рядом с убежищем. Какие убежища? А также в Брянской области. Тем временем Путин инспектирует Крымский мост. Где у нас пошли ремонтные работы? А Скобеева вновь опозорилась. Как именно? Расскажем уже за мгновение. Дождитесь. Всем привет! С вами та самая мощная ведущая, как вы любите меня называть в комментариях, Ева Николашвили. А это программа «В тренде». Проект, где мы показываем вам настоящее лицо российской пропаганды. И открываем глаза на то, как нагло врет власть РФ. Поехали! Сегодняшний выпуск я начну с поздравлений. И поздравления эти, конечно же, украинским военным. Вы те, кто держит небо над Украиной. Скала, которая защищает нас от российских военных. Вне зависимости от погоды и условий. Спасибо вам и низкий поклон. Вы ж помните, вчера также был праздник. Это день волонтера. И украинские военные с самого утра поздравили их мощный тыл взрывами на двух аэродромах. И, вероятно, решили, почему бы не продолжить празднование. Опять ведь праздник. Все на связи. Находимся рядом с убежищем. С каким убежищем? Под звуки сирены и взрывов сегодня проснулся Курск. Там, не поверите, пожар на военном аэродроме. Загорелось хранилище топлива для военных самолетов. Тех самых самолетов, которые бомбят украинские города. По сообщениям местной власти, виноват во взрывах украинский беспилотник. То есть они уже даже не скрывают, что украинские военные могут достать любой аэродром в радиусе тысячи километров. И при этом их импотентное, извините, самое мощное ПВО в мире ничего сделать не может. Кстати, забавный факт. Воздушная тревога там началась уже после взрывов. И хоть переживать, как обычно, не о чем, в двух школах отменили занятия. А еще продлили желтый уровень террористической опасности. Сегодня состоялось заседание антитеррористической комиссии Курской области. Принято решение сегодня с 17.00 еще на 15 суток продлить желтый высокий уровень террористической опасности. В связи с возгоранием в районе Курского аэродрома принято решение об отмене занятий в двух школах. Взрывы на российской территории заразны. Передаются воздушным путем. Не убереглась и Брянская область. Там сообщают о налете двух беспилотников на комбинат «Слава». Утверждают, что дроны сбили, но упали они, конечно же, случайно, в нескольких метрах от резервуаров с дизельным топливом. В соцсетях разошлись мнения, были ли эти резервуары наполнены. Но по видео одно точно видно. Горит красиво. Кстати, российские паблики остались почему-то крайне недовольными действиями ПВО России. Пишут, что аэродром в Курске был атакован уже в четвертый раз за войну. Но раньше это был скорее психологический эффект, а сейчас результативный. Не понимают, как такое может быть, ведь аэродром наиболее подготовлен и ПВО мощное стоит. Наверное, такое же, как и в Крыму. Но вот это красивое надувное. Зенит-ракетные части, которые находятся на территории Республики Крым, перевооружены на зенит-ракетную систему С-400 Триумф, которые, ее даже с трехсоткой, ну, по сути, не стоит сравнивать. Ладно, что же мы только позорим российских военных. Давайте поговорим лучше об их успехах. Кстати, что там по продвижению российской армии? Ну, Киев за три дня, вся Украина за неделю, месяц для НАТО или как там? Правда открылась совершенно неожиданно. Российские пропагандисты же врать не будут, правильно? Ну, вот смотрите, канал Соловьева, Соловьев Лайф. Черным по белому написано «тактическое продвижение русской армии», а на фоне «раненые». И все как на ладони видно. Согласны, такое продвижение вполне реально. Впервые рассказали все как на духу. А вот Скобеевой стоит бы еще поучиться. Несколько дней назад она с серьезным видом обсуждала, взят Бахмут или нет. При этом показывая видео с чеченскими бойцами, снявшими там видео. Кадры сегодня появлялись. Кстати, тоже чеченские бойцы на фоне вывески с надписью «Бахмут». Что сейчас происходит на этом направлении? На это такой же серьезный боевик командир спецподразделения Ахмат отвечал «Бахмут скоро будет наш». Бахмут, в принципе, планомерно зачищается, берется под контроль наших подразделений в общей сложности, значит, союзнических, как мы их до сих пор называли. Ну и, естественно, надо отметить, что эта работа очень результативна. В принципе, в ближайшие дни этот город уже полностью будет взят под контроль и зачищен. Ближайшие дни наступили, а украинские военные все так же не планируют отдавать город и бьются, как львы. Но к этой лжи мы привыкли. Российские военные по нескольку раз любят брать один и тот же город, а потом резко делать жесты доброй воли. В этом видео забавное другое. Когда Скобеева спрашивала про состояние дел, она показывала некадыровцев, как думала. Или она не думала, я не знаю. Но на видео стоят чеченские бойцы из батальона шейха Мансура, которые воюют за Украину. Э, поезд будет сегодня? Сегодня нет, думаю, нет. Может, завтра или в ближайшие дни. Но так безбожно врать Скобеева научилась, вероятно, угуру этого дела Владимира Путина. Помните, недавно бункерный дед призвал россиян покупать отечественные товары? Я всегда об этом говорю. Повторяю еще раз, покупайте российские товары. Правда, призывал он это делать через микрофон немецкой марки. Случайность, подумали некоторые. Но вот вам еще одно доказательство. Что народ России может верить импорту замещению, но российская власть всегда будет выбирать только качественные товары. А это далеко не отечественные. Где у нас пошли ремонтные работы? Ремонтные работы в 9 километрах отсюда, перед аркой. Дело в том, что Путин или его двойник вчера решили посетить Крымский мост. Ну, посмотреть на свою подбитую гордость. Да, со строителями поговорить. А сделал он это за рулем Мерседеса Бенса. И все удивились. Ведь как это? А как же отечественные машины? Но Песков успокоил. Говорит, другой на месте просто не было. Поэтому пришлось ехать на какой есть. Как жаль. А Путин ведь так хотел проехаться на элитной российской машине. Кстати, странно. Владимир Владимирович, а почему не на грузовике проехались, как в прошлый раз? Страшновато. Кстати, о импортозамещении. Председательница Совета Федерации Валентина Матвиенко подумала. Ой, что-то я плохого о немнении. Лучше так. Матвиенко предложила улучшения в сельских клубах. Говорит, надо оснастить их баянами и гармониями. Все это, конечно, за государственный счет. Но эти деньги еще пойдут на полезные нужды, оказывается. Чего не могу сказать о Чите. Там решили установить перед Новым годом ледяные и пластиковые фигуры российских военных. Знаете, какой бюджет на это все? Бюджет ледового городка оценили в почти 9 миллионов рублей. 9 миллионов на лед и пластик. Напишите в комментариях, в каких городах и какие еще ненужные вещи устанавливают в России за государственный счет к Новому году. А также не забывайте лайкать и подписывайтесь на канал, если вы вдруг это еще не сделали. А закончить сегодняшний выпуск я хочу очередным дном России. В Пензе старшеклассницы открыли мемориальную доску в честь выпускника, погибшего в Украине. При этом девочки стояли там с автоматами. Российские родители. Вопрос больше риторический, но посмотрите на это фото. И подумайте, хотите ли вы, чтобы на их месте были ваши дети? И я сейчас не только о девочках с автоматами. Редактор субтитров А.Семкин